Субтитры сделал DimaTorzok Подпишитесь на нее обязательно И всегда можете оттуда почитать Информацию новенькую по игре Всякие приколы друг про друга Разборы всех обновлений В общем там много редакторов И каждый старается делать свое И это очень даже приятно Разнообразие Единственное что в этой группе Вам придется вспомнить как читать Потому что мало кто уже читает книги Но там почитать придется И там весело читать Ну а я прочитаю статью Да-да Я опять это сделала Кстати лакритская фат девушка Сложно жить когда на одном плече сидит чувство разума А на другом махрового авантюризма Чувство Трудно противостоять соблазнам этого мира Трудно отказывать себе в празднике Когда этот праздник в самом разгаре Как-никак первая неделя Ивента уже подошла к концу Давайте попробуем подвести итоги У кого что Там же она пишет Что в комментариях Просит читателей похвастаться В комментариях Кто и что выловил Праздничных сундуков За этот период Что бы там ни говорили Некоторые Все пропало Есть такие люди Все пропало Ивент плохой И так далее А ивент я считаю удался Скажу больше Это мой самый приятный ивент За 4,5 года в игре Не скажу что лучший Лучший был тот Где я ушла на больничный Только больной человек Может взять больничный Для прохождения ивента И задротил Рождество и Новый год Чтоб в итоге собрать Шоктрейн Бульгасара и Хаечи Да я помню этот ивент Да были времена Люди выходили из ивента Опустошенные Ну я точно помню Там не хотелось играть в месяц Но счастливые Изрядно ощипанные Но не побежденные И просевшие зрением Забыл Думал Че я плохо вижу Воспаленными фалангами пальцев Распухшим геморроем Кстати как только слово геморрой Встречаю где-то Сразу вспоминаю Астрофемуса Но счастливыми глазами Время гигантов Этот ивент совершенно иной Нет сумасшедшего ажиотажа Нет туалетного списка Очередных заданий Стандартный набор из трех задач Не стандартный Есть разные задачи Меняющихся каждый день А вот да Меняющихся каждый день И позволяющих игроку Выполнить их в течении часа Даже при наличии в игре Огромной массы дебилов Не способных понять Что человек выполняет Задания по маякам И готов заключить мирный договор С противником На скорейшее выполнение ивента Согласен ребята С Лакрисой Кайфат Ивент в этом плане Просто шикарный На последние ивенты Они так обосрались А вот сейчас реально Не затрачивают Ваше свободное время Приятно поиграть И легкие задания Это плюс Это плюс этому ивенту Надеюсь разработчики Сделали это намеренно А не по случайности Нет Дебил не понимает Я же говорю Это она как я Нет Дебил не понимает Когда в ответ на стрельбу Жирный инвайдер Лишь качает башкой Отступает И не открывает огонь Может это происходит В определенное время Поздно вечером Когда уже все Выполнили задание И трудно поверить Что кто-то В три часа ночи Делает ивент Мошонку вам Старого Орангутанга Хрен там Дебилы В игре 24 часа Пробовала договориться И в начале В середине И в конце Дохлый номер Практически всегда На карте Пару долбоящеров С IQ табуретки То что поделать Дураки Что тараканы Бессмертны В общем Набор оскорблений Это пиздаст Я не понимаю Сразу читаю эту статью Мы подводим итог Или мы Выслушиваем мнение Лакриса Кайфат О прохождении Задания Маяки О мой счет Да ну Вернемся к ивенту Ах да Черт Я просто вниз Не прочитал Легкая перестановка Ангара И дело в шляпе Спокойно Рассудительно Без напряга Мы собираем Сто жетончиков Позволяющих нам Вскрыть 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 Бля Я когда слово Вскрывать Вижу Сразу про Джона Доллара Вспоминаю Каждый день Кубышку пиксоников Где могут выпасть Очень даже И кудрявые Примочки От новейших мехов До неплохого обвеса Кстати по обвесу Наличие огромного Количества деталей На колэмити Говорит нам о том Что пиксоник Хорошо осознает Какое это Унылое говно Иначе чем еще Объяснить Такой настойчивый Насыщенный вброс В массы Этой клешни Берримор Что это Это говносое Все мы помним Еще такой анекдот Ватсон Что там орут люди На площади Они орут Это Ну ладно Я забыл этот анекдот Как всегда В том что Это говнище Меня даже не разубедил Командант Игликман В его эпическом обзоре Когда он вскрыл 13 тысяч ключей Нахватал Коламити И очень его хвалил Сделав Правда Маленькое предупреждение Коламити Очень хорош Если он Стоит на МК-2 В 12 Роботе Прокачан в МК-2 12 уровень Желательно В количестве 10 штук На одном Роботе Если включены все бустеры, стоят термоманклюляторы, реакторы шестого уровня в пятой степени, растенд, компьютер, освещен в церкви, пилот, палит святой водой, а под кроватью у вас предпрепрятана дохлая утка, умершвленная особо жестоким способом на день космонавтики. И плюс еще мышка за 8 тысяч рублей. Гликман. Блять, Глокман, сука. Просто, ну, реально, человек не выходит на связь, чтобы объясниться, почему он такой офицер. Ребят, я сейчас на этом видеоролике, можете всем раздать этот ролик, ссылочки, и указать время. Я сейчас назову причину, по какой... Вы помните, я, как бы, ну, Гликман осуждал только в одном, что он выбирает пиздатый бой и озвучивает его, делает людям, типа, во, блять. А до этого раз в сто, наверное, погибал, как дохлая собака. И все, в принципе. А так я восторгался, молодец, клепает, работает, работяги всегда мне нравятся. Но дело в том, что когда... Это сейчас причина, когда для меня Гликман упал в моих глазах. Упал. Это когда он, мы с ним общались вживую, по связи, и он мне сказал, можем провести на стиме совместный стрим. И ты, братуха, пропиаришься. Вы вдумайтесь в эти слова, блять. И ты, братуха, пропиаришься у Гликмана на канале. Понимаете? Вот я поняли? Вот это он сказал. И вот именно после этого меня отвернуло от этого мужика. Просто, блять, реально. Мне с ним не захотелось не иметь никаких дел абсолютно. Просто, абсолютно. С этим офицером. А еще мне когда сказали, что он еще такой, знаете, я офицер, я офицер. А мне сказали, что он офицер военкомата, блять. Я не знаю, насколько это правда, но пока Гликман это не опроверг. И вот он офицер военкомата. Знаете, я вспоминаю сразу, когда я служил в армии, там были офицеры, боевые офицеры были. Офицеры штаба были. Но, блять, офицеры военкомата, это, блять, знаете, лучше иметь, наверное, дочь шлюху, чем ефрейтора сына. А, нет, подождите. Теперь надо поиначе. Лучше иметь доктора, фу, блять, иметь дочь шлюху сына ефрейтора, чем отца офицера военкомата, блять. Сука. Просто, ну, гордиться с тем, что ты офицер, при том, блять, сидеть в военкомате, ну, это, блять, это... Молчал бы нахуй в тряпочку, что ты офицер военкомата, блять. Просто, может, он и не офицер военкомата, а просто отвлекся, извините, пожалуйста, конечно. Вот. Ну, ладно, давайте дальше, проедем дальше. Говнище. О, кстати. В том, что это говнище, и говнище, я сразу вспоминаю, мне ассоциируется Глокман. Меня даже не разубедил команда... А, да, это я уже читал. Так, давайте дальше. Тогда он заиграет, оттого это бомба. Оттого меняйте ваши стринги на железные труселя. Во всех остальных случаях, повторю слово дворецкого семейства Баскервилей, унылое говнище, сэр. А почему они там орут? Пидорасы, сэр. Ну что ж, дареному коню в зубы не смотрят, и что возможно, через какой-нибудь год-другой разработчики припишут Кайлэмити пару плюсиков-ноликов, и он заиграет, как надо, так что хватайте. Это уже я от себя. И такое в игре происходило не раз. Ну а пока мы играем с замиранием сердца, открываем сундуки в надежде на улыбку судьбы в виде Локи, Фенрира или Туга. Говорят, выпадает, но сама не сталкивалась. Но если гора не идет к Магомеду, Магомед сам может отправиться в путь. Мой девиз. Поэтому, недолго думая, учитывая содержание сундуков, просмотрев умилительное видео от наших дорогих ютуберов по вскрытию от 10 до 13 тысяч жетонов, особенно понравился Джон Бакс, когда был не в состоянии вкурить, что ему выпал целый робот, а не просто покраска. Ребятки, это касается всех ютуберов. Вы когда готовитесь делать обзоры чего-то, либо поинтересуйтесь заранее, о чем вы собираетесь вещать людям. Либо, сука, ешьте сахар. Много сахара, чтоб мозг у вас нормально работать мог, нет сил смотреть, как вы тупите. То прочитать толком не можете, то понять не можете, что прочитали себя, то уважайте. Тут я в защиту блогеров хочу сказать, что есть такие люди, которые готовятся, которые изучают материал и преподносят людям. Есть такие блогеры. Есть такие блогеры, как Бакс, но я его не смотрю и не знаю, про что она говорит, но понимаю, что он там потупливал, не мог прочитать, потому что он украинец и русский язык хуёво знает. Я, ребята, хочу в защиту блогеров других, таких как я, сказать, что я не подготавливаюсь никогда, иду снимать на первом кадре то, что выпадает, и пытаюсь вкурить это именно с самого начала, как туда зашел и начинает крутить, открывать тест, сервер и так далее, любой другой блогер. Можно забрать её, ребёнка? Нельзя. Ну ладно, будем слушать на заднем фоне. Мама, мама, Танюхина. И бывает, что когда на первом... Я тоже потупливаю, Лакриса. Я думаю, что... У меня нет времени тратить на подготовку для стрима, для информации. Я экспромтом, Лакриса, что-то на это скажешь. Слушать эту бредятину и орёшь в монитор, дебил, это как так работает. Это не секретная информация из Ланглии. Эта сука написана в описании. Открой книгу, получишь результат. Повторяюсь, это не только... Можно забрать? Повторяюсь, это не только Джон. Такие косяки, средства и у других не редкость. Ну тут, наверное, про меня идёт такой намёк. Так я опять же, блин, ещё раз повторяюсь, Лакриса. Обычный игрок заходит в игру и видит то, что вижу я, когда снимаю видеоролик. То есть я обычный игрок, но снимаю этот поход в магазин! Я не могу знать, что в магазине я просто как обычный игрок. Ладно, она, наверное, этого не понимает, раз такое пишет. Но я надеюсь, после моих слов Лакриса поймёт, о чём идёт речь. Я не говорю про Джона Доллара, я, блядь, говорю про себя. Возможно, там в меня тоже камушки летели, но я оправдываюсь. В меня летит обвинение, и я защищаюсь. Так и так, бывает и подтупливаю на новом сервере, ребята, согласитесь? А как иначе, другие тоже входят игроки без подготовки и тоже подтупливают? Или это чё, блин? Всё такие умные должны быть, как ты, что ли? А? Давай померим. Рост, нос, вес. Такие, как ты. Оп, пошли клоны штамповаться, да? Это нацизмом побахивает. Не, не. Окей, поехали дальше. Да, я так побомбил маленько. Знаете, для чего? Чтоб её на эмоции вывести. Сука, обоззаю. Ладно, хватит лирики. Вернёмся к нашим пиастерам. Итак, в честь такого праздника я купила себе 3600 жетонов. Ни хрена себе, это сколько стоит? Я пара-пара-пара. Обалдеть. Богатый буракина. И отправилась испытывать судьбу. Почему она видео не засняла, Лакриса? Тебе выговор? Сними, пожалуйста, на видос. Как ты снимаешь, как ты открываешь, как ты радуешься. Вообще, эмоции. Мы же все тебя видели и голос твой знаем. Чего очковать? Судьба, как всегда, не подвела и выкинула мне Немезис в боевой раскраске. Пиздаст-то. Спасибо, спасибо. Но у меня он уже есть. Нахуй на склад. Спасибо, что не два подкинула. Как я слышала, произошло с одним донатером до меня. Итак, Немезис был тут же. Почётно продан. Далее сыпались миллионы калэмити. Тысячи огнемётов. Батареек много. Золото не слабо. Два целых огнемёта и целый, опять же, мать его, калэмити. А и самое главное насыпало аж 7 тысяч деталек на фенрир и 4 тысячи деталей лодки. Тур выпал лишь тысяча деталей. И один раз. Понятно. Тур, значит, круче, да? Я так понимаю. Итак, минус 104 евро. И только перспективы. Хм. Ну что ж. Будем собирать дальше. Надо 3 тысячи набрать, чтобы фенрир получить. Тем более, хотелось попробовать другую тактику открытия сундуков. Первый раз я открывала только по сотне. Теперь надо было тысячу открыть. И я браво стала собирать. Пока народ меня тут в ВК не натолкнул на ужасный сценарий. А что если под конец ивента Пиксоник изменит алгоритм выпадения призов на полный мусор? Эту оптимистическую мысль я жевала пару дней. И мой злой гений меня уговаривал сделать ещё один донат. Что уж наверняка. В принципе, я думаю, после просмотра этого видеоролика разработчики, даже если эта информация о замене призов на мусор была липой, такой случайностью, то я думаю, после этого видоса разработчики возьмут это на вооружение и начнут вкидывать специально глупые идеи, что типа берите, скоро робот подорожает и так далее, и так далее. И народ начнут скупать, блять. Знаете, как в государстве. Ребята, гречка подорожает. Будет 500 рублей килограмм. И все побежали гречку покупать. Она им нахуй не была нужна. А побежали покупать, блять. Да, спасибо, Лакриса. Ты подкинула хорошую идею для разработчиков, а я её озвучил и принёс им в уши. Так что, разрабы, имейте в виду пару левых аккаунтов, фейков, вбросов, и вы будете опять что-то там продавать. Главным аргументаром... Главным аргументатором выступил крокодил Гена с известным шлягером. К сожалению, день рождения только раз в году. Пара-па-пам, пара-бам, пара-бам. И что ж вы думаете? Наверное, она опять задонатила 100 евро. Часть вторая, эпическая. Ещё 104 евро. К тому времени на счету 4000 жетонов. Первая тысяча выдала полную, 100% хрень. Ну просто хрень. Детали на огнемёты, на маленьких драгунов, батарейки. Ничего приличного. А ну и пару по 500 натур эфедрир. Не страшно. Ещё штука проиграла по 100, много батареек, и опять по 500 деталек. На всё не айс, короче. Ещё одна тысяча целиком, и выпадает много деталей на эфедрир, и я его забираю. Поздравляем. Дальше идёт унылое ковыряние во всяком, где вдруг между опять же всяким в последней тысяче наконец-то просыпалось немного золота. Просыпалось. И целый тур. В принципе, этого робота я не хотела. Вот Локи, да, Локи интересен. Но, как всегда, мимо. На него накопилось 6500 деталек с двух донатов. Ивент не закончился. Быть может, быть может. Она заберёт Локи. Да, вот бывают же люди. 200 евро потратила. Это сколько? 15 тысяч рублей потратила на двух роботов. 15 тысяч рублей? Мне как раз не хватает на Mavic Air 15 тысяч рублей. Чтобы летать. А она роботов купила. Сделаем маленькую инвентаризацию. Я неплохо подняла батареи, когда начался ивент. У меня их было что-то около 18 тысяч. Теперь у неё батареек, ребята, 48 тысяч. Запаслась. Также подняла золотишко немного. Было за 25 тысяч, но немного потратилось на прок... Спасибо. Но потратилось на прокачку Фенрира. Уж больно хотелось погонять на нём побыстрее. Поэтому, продав все лишние детали на Calamity и сам Calamity, оставила одного с китайского ивента. Думаю, его вместе с Коржом позже поставить на Фенрира. И ещё парочку чего. Парочку чего резко добила своего Блиц до 12 уровня, а на остатке догнала Фенрира до более двигательного состояния. Что ж, первые впечатления от него достаточно положительные. Уже много слышала, что он никакой. Что встретили и разобрали моментально и так далее. Брехня. Не в том смысле, что его разобрали, а в том, что встретили-то они какое-то недоразумение первых уровней. Проведя с ним пару боёв, можно с уверенностью сказать, что мех очень интересный. Достаточно шустро бегающий даже на начальных уровнях. Но, все мы знаем, что до-но можно выкинуть в окно. Как только вы опустили большую пушку, ваш непрокачанный робот превращается в металлическую болванку, движение которой соответствует скорости вращения земли. Он реально еле ползёт. Ни о каких манёврах тут речь быть не может. Молитесь, чтобы ваши 50% к урону помогли спасти вашу задницу. Плюс ластент. Так что теперь не играть, пока не прокачаешь на нём. Так что теперь не играть, пока на нём не прокачаешь? Нет, почему же? Вы по-прежнему легко передвигаетесь на нём до места случки. С врагом там занимаете позицию, опускаете главное оружие и отрабатываете по полной. Поэтому ставьте на него сразу МК-2 12 уровня оружия. Нужен максимальный урон. Бодаться по-честному, пока он не прокачан, вы не можете. Вы просто должны понимать, что непрокачанный фернир маневрирует с грацией утюга. От этого и сходите. Понятно. Что ещё помогает? Так это то, что он достаточно быстро переключается в режим бега. Чего не скажешь о включении атакующего модуса. Пушка опускается достаточно медленно. В принципе, с этим можно жить. Главное, чтобы удрать МК-2 побыстрее. А с этим у него всё в порядке. Ещё немного привычно наблюдать за состоянием щита Агис. Его проламливают достаточно шустро. Поэтому глаз да глаз за ним нужен. Прошляпили и меха нет. Ну а так, донатить или не донатить... А, тут уже всё, про Фенрира кончились, да? Спасибо. А то же думал, обзор Фенрира пошёл у нас в статье. Ну и заключение. Ну а так. Донатить или не донатить, как говорится, дело каждого. Это не роботы Пантеон лучшие. Это не драконы 50 на 50. И те, и другие вы можете уже собирать в мастерской. Это просто хорошие, интересные по своей сути и разнообразию мехи. Во всяком случае, это касается Фенрира и Тура. И Локи. Тёмная лошадка. Зависящая в бою от многих факторов. Где не последнюю роль будет играть пилот. Надеюсь, добраться и до него. Время покажет. Ну, мы желаем ей, ребята, сбывания её мечты. С чем? И удаляюсь. Играйте в удовольствие. Играйте в кайф. Удачной охоты. Ваша Лаки. Ну, вот и такая вот интересная статья. Надеюсь, она вам понравилась. Было много моментов, где я отходила с статьей. Но не без этого. Ну, что ж. 200 евро. Два робота. Вот поделилась она в статье своим мнением. Я бы очень посоветовал была Крисе в следующий раз, когда она будет донатить и открывать какие-то сундуки, рулетки. Чтобы она это снимала всё на камеру, на видео. Если экран не может снимать, пускай рядом камеру ставит, снимает живые эмоции живого человека. Куда приятнее, нежели читать это всё на бумаге. Ну, а я, ребята, могу только позавидовать, что ребята выигрывают, крутят ключи и так далее и получают всё новое. Нам остаётся только ждать, когда это всё появится в мастерской, когда появятся новые роботы и так далее, и так далее, и так далее, чтобы их строить. Хочу сразу обратиться к Сергею Савину, чтобы он не донатил мне больше никогда на новых роботов, на новые пушки. Спасибо тебе большое, Сергей, но не надо, пожалуйста, вкладывать свои деньги в мои новые пушки и роботы. Я лучше погоняю на том, что есть. Спасибо большое тебе, не в обиду, будь сказано. На этом, ребята, я заканчиваю тоже. Спасибо большое лайки, спасибо большое всем, кто просмотрел этот видеоролик с начала и до конца. Поставьте, пожалуйста, ваш комментарий, если вам понравилось. А на заднем плане вы смотрели пару-тройку боёв, надеюсь, они вам тоже понравились. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ссылочка на группу Breaking News в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok